Так что же не так с биопрепаратами? Да только одно. Либо вы совсем не читали инструкцию, либо читали ее невнимательно. Это если вкратце. Ну а если более подробно, то давайте начнем. Биопрепараты это живые микроорганизмы плюс биологически активные вещества, которые необходимы для того, чтобы эти самые микроорганизмы продолжали оставаться живыми. Основным показателем качества биопрепаратов является колония, образующая единица, КОЕ сокращенно. Что это такое? Это количество живых микроорганизмов в одном миллилитре раствора. Причем не просто живых, которые могут жить, но которые могут делиться и которые могут образовывать колонии, заселяя наши растения или заселяя почву под ними. Как я сказал, чем выше этот показатель, тем лучше, тем больше количество живых микроорганизмов. Ну давайте посмотрим конкретно. Это улучшитель почвы. 2,5 умножить на 10 в девятой степени. Что это значит? Это значит, что в одном миллилитре раствора содержится 2,5 миллиарда живых микроорганизмов. Ну надеюсь, будет лишним объяснять, что количество живых микроорганизмов не может сохраняться вечно. Естественно, оно меняется, причем меняется в сторону уменьшения. И первое, что очень сильно влияет на количество этих живых микроорганизмов, это условия хранения биопрепаратов. Давайте рассмотрим широкий диапазон температур. При замерзании, при температурах ниже минус 10 градусов, в принципе, свойства биопрепаратов сохраняются. Они потом размерзаются и могут работать, но замораживать и размораживать стоит только один раз. Вот тогда свойства сохранятся. При температурах минус 5 градусов и выше биопрепараты не замерзают. Благодаря своему составу, благодаря как раз тому, что этот раствор не замерзает до температуры минус 5 градусов. При температуре плюс 20 градусов и выше, процессы жизнедеятельности микроорганизмов, естественно, становятся более интенсивными. Ну и как все живые организмы и микроорганизмы, и обычные организмы, они начинают выделять газы. И, собственно говоря, отравляют сами себя, погибают. Соответственно, при температурах выше плюс 20 градусов количество живых микроорганизмов начинает сокращаться. Оптимальными условиями хранения биопрепаратов это холодильник, где температура при правильной регулировке приблизительно плюс 4, плюс 5 градусов. Вот при такой температуре эти микроорганизмы остаются живыми достаточно долгое время. То время, которое указано как раз в инструкции, сколько месяцев их можно хранить. Вот как раз при такой температуре. И они потом, естественно, нормально работают. Вот из того, что я только что рассказал про условия хранения биопрепаратов, совершенно логично можно перейти к температурным режимам их использования. Итак, использовать биопрепараты лучше при температурах выше плюс 20 градусов, когда наблюдается максимальная активность этих биопрепаратов, этих микроорганизмов. Идеально плюс 25 градусов. При температурах ниже плюс 5 градусов, помните, я говорил в холодильнике плюс 5 градусов. Так вот, при температурах ниже плюс 5 градусов, фактически микроорганизмы переходят в состояние анабиоза, в состоянии спячки. Они, естественно, не работают. Стоит сказать про максимальную температуру. Максимальная температура использования биопрепаратов не должна превышать плюс 35 градусов. Теперь, конечно, вы должны понимать, что я взял сегодня биопрепараты для почвы, для обработки почвы. Поэтому немножко более подробно об этом. Так вот, количество микроорганизмов в почве распределено тоже неравномерно. Вы должны это понимать. Самый верхний слой, вот пару миллиметров верхнего слоя, там фактически нет микроорганизмов. Почему? Ну, потому что слишком сухо, потому что жарит солнце, потому что ультрафиолет, в конце концов, действует на них. Максимальное количество микроорганизмов в почве на глубине приблизительно 10-20 сантиметров. Ну, то есть, один штык лопаты. На глубинах где-то ниже, около 1 метра, тоже микроорганизмов нет. Поэтому, когда вы собираетесь удобрять какие-то огромные растения, у которых корни где-то очень глубоко, добавляя к ним биопрепараты, ну, наверное, это бессмысленно, потому что микроорганизмы будут жить вот в этом поверхностном слое толщиной где-то 10-20 сантиметров. Ну, и, конечно, количество микроорганизмов существенно зависит от времени года. Максимальное их количество, вот весна, вторая половина весны, начало лета. Летом падает, потому что, как я сказал, сухо, жарко, сильно жарит солнце. Осенью их количество снова в почве увеличивается, ну, а к зиме, естественно, из-за морозов, из-за похолодания количество микроорганизмов резко падает. Уж коль скоро мы говорим о почве, стоит упомянуть еще два важных фактора, которые важны именно для правильной работы биопрепаратов. PH – кислотность почвы. Лучше всего биопрепараты работают на нейтральных или слабощелочных почвах. Оптимально PH – 6-7. Минимальный PH, который можно использовать в биопрепараты, – это 4, максимальный – 8. В принципе, довольно широкий диапазон, но лучше всего они будут работать на нейтральных или слабощелочных. Еще один важный фактор – это влажность. Конечно, биопрепараты лучше вносить во влажную почву. Эта влажность должна быть приблизительно 60-70%. При сухих почвах, при влажности почвы меньше 16%, фактически микроорганизмы прекращают свою жизнедеятельность. Теперь важный вопрос, который наверняка интересует многих. Можно ли использовать биопрепараты совместно с какими-то химическими препаратами, с химическими пестицидами? Вопрос действительно сложный. Почему? Потому что тут надо изучать определенный состав определенного химического препарата. Как эти химические вещества воздействуют на данные микроорганизмы. То есть, по большому счету, пробовать методом проб и ошибок. Поэтому вопрос баковых смесей для меня лично не стоит. Я не думаю, что в одном ведре я буду смешивать биопрепараты и химию. Но их можно использовать раздельно. Если вы будете соблюдать дозировки и очередность, кратность обработок, то вполне можно использовать химию. Ну, если у вас действительно какая-то очень серьезная, сильная проблема, эпидемия какой-то болезни или вредитель какой-то, лучше химии ничего не справиться с такими массовыми заболеваниями или с массовыми вредителями. А уже потом можно начать применять биопрепараты. Да, благодаря тому, что вы использовали химию, скорее всего, количество микроорганизмов будет снижено в вашем саду. Но потом, после применения, неоднократного применения, правильного применения биопрепаратов, количество микроорганизмов на ваших растениях или в почве опять вырастет до нормального предела. Когда мы используем биопрепараты, мы не говорим о том, что мы полностью уничтожим какого-то вредителя или какую-то болезнь. Нет. Но мы снизим опасность их до какого-то приемлемого вполне уровня. Ну и в конце, наверное, стоит напомнить основные правила использования биопрепаратов. Ну, во-первых, помним о том, что биопрепараты – это микроорганизмы, которые помещены в биологически активные вещества, в раствор. Поэтому обязательно перед их использованием, как следует, их взбалтываем. Вот так вот трясем. Обязательно биопрепараты стоит разводить в воде температурой примерно плюс 20 градусов. Помните про активность, при какой температуре они активны? Вот примерно при температуре плюс 20 градусов. Разводите и обязательно даете немножко постоять, ну, примерно полчасика, чтобы эти микроорганизмы, которые вы достали из холодильника, где они у вас хранились, в теплой воде ожили, пришли в нормальное состояние и начали фактически свою жизнедеятельность. Все обработки проводим обязательно в пасмурную и теплую погоду. При солнце обрабатывать не стоит, потому что этот самый ультрафиолет фактически убивает наши микроорганизмы. Ну и теперь уже точно последнее. Самое главное, что вы должны понимать, перед тем, как использовать биопрепараты, да и не только биопрепараты, но сегодня разговор про них, обязательно внимательно читайте инструкцию. Там написано все. И температуры хранения, и температуры использования, и дозировки, естественно. Хотя с биопрепаратами в плане дозировок все гораздо проще. Если же у вас возникают какие-то сомнения, какие-то вопросы, дам вам хороший совет. Производители биопрепаратов, по крайней мере те, которыми пользуюсь я, я ссылки оставлю в описании, перейдите, посмотрите, если вам это интересно. Так вот, на сайтах этих компаний всегда есть горячая линия, где вы можете задать вопрос действительно специалисту, который работает на этом предприятии, который ответит вам вполне квалифицированно, если у вас есть какие-то вопросы. Поэтому пользуйтесь и не стесняйтесь. Ну вот, у меня, наверное, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok